Привет всем! Готовлю обед. Будет два блюда. Мясное блюдо и гарнер. Интересно? Смотрите. Все готовится элементарно и даже можно сказать быстро, без заморочек. Продукты все обычные, простые. Под видео напишу, чего и сколько, так по ходу говорю. Беру две грудинки, вот такие по весу 530 грамм у меня вышло. Грудинки промыла хорошо и теперь нарезаю, ну вот так вот, такими не слишком тонкими, не слишком толстыми пластиками. Так вот пополам и потом вдоль, поперек, ну как, как нравится, нарезайте, в общем. Такие, чтобы были кусочки плоские, в общем. Готово. Теперь, что сделаю, я прям вот так вот, ну, положу на дощечку часть соли и черный перец. Можно с двух сторон немножко, ну, так обвалять. Теперь мука. В муку добавлю паприку сладкую, ну, чайную ложечку где-то вот так перемешать. Тем временем в сковороде 1 столовая ложка сливочного масла добавила, немножко подсолнечного масла, чтобы сливочное не горело сильно. Можно на одном подсолнечном масле обжарить. Включаю, пока пусть разогревается. Тем временем подготавливаю курочку, да. Еще чуть-чуть, так-чуть. Левочка. Каждый кусочек обваливаю в муке. Хорошо, хорошо, чтобы весь был в муке. Масло разогрелось и теперь каждый кусочек обжариваем с двух сторон до румяной корочки, не до готовности. Можно даже сильный огонь включить, но чтобы обжарить. Все. Вся не вошла, но, в общем, поочередно будем обжаривать. Тем временем, пока это все дело обжаривается, что еще понадобится? У нас шампиньоны продаются в таком виде, 300 граммов. Можно взять любое количество шампиньонов, сколько есть у меня, вот такие вот они, небольшие, промыть и нарезать на пластины. Вот так. Я уже перевернула часть, обжарила с двух сторон. Видите, какая румяная получается. Да, еще два кусочка. Буквально с длинной лук и все. Шампиньоны нарезаю вот так. Еще возьму три крупные дольки чеснока. Чеснок тоже меленько помню. Убрала грудку. Смотрите, какая румяная, красава вся получилась. Теперь сюда же забрасываю в это обжаренное масло чесночок. Чеснок обжариваю буквально одну минуточку, чтобы он отдал аромат чесночным масла. Уже аромат пошел. Не зажариваю до золотистого цвета, чтобы дальше не горело. Теперь забрасываю все грибочки сюда же и жарю грибы. Минутки 4-5 вот так поготовила их. Они уменьшились в размере, почти уже готовые. Добавляю сливки. Сливки 10%. Ну сколько? Пачка 450. Можно все добавить. Можно 300. Это уже на ваше усмотрение. Я все добавляю. Еще немножечко добавлю. Бульончик у меня есть куриный. Чтобы побольше жидкости. Бульона нет куриного, можно просто воды. Сейчас это закипит. Я еще, знаете, немного подсолю прям сразу. Ждем закипания. Все закипело. Уже так вкусно. Добавляю курочку нашу красивую обжаренную. Все. Немножечко перемешаю. Чтобы она была покрыта сливками. Огонь умеренный. Не сильно бурлила. Закрываю крышкой. И минуток, может быть, 7-10, чтобы мясо еще доготовилось. В принципе, оно уже практически готово, потому что курица очень быстро. Даже при обжарке уже готова. Пока это дело делается. Дальше будем готовить. Беру кусочек сливочного масла. Ну, где-то столовую ложку. Вот так. Чуть-чуть. Может, тоже столовую ложечку подсолнечного масла. Может, даже 2. Ну, примерно. Включаю это дело. Сейчас маслица растворится хорошо. И буду добавлять сюда макароны. На гарнир сделаю жареные макароны. Вот такие у меня перья. Можно совершенно любые. Масло растопилось. Забрасываю макароны. Здесь 400 граммов. 400 граммов. И теперь, периодически помешивая, обжариваю до золотистого цвета. На таком среднем тоже, умеренном огне. Основное мясное блюдо готово. Какое же сливочное. Все, выключаю. Положу сюда зеленый лучок. Прямо сверху. Выключено. Не перекипечиваю с руком. Не кипячу. Макароны еще обжариваются. Видите, цвет какой. Но еще не все позолотились. Добавляю из специи, что сюда. У меня есть орегано. Можно любые специи. Черный перец, чайную ложечку. Чайную ложку паприки и соли по вкусу. Все сюда же. Ну, тоже обжарю дальше, чтобы они специями пропитались. И еще дожарились. В общем, смотрите, как я их зажарила. Может, чуть-чуть сильно некоторые. Ладно. Добавляю. У меня куриный бульон. Я добавлю его. Холодную. И холодную воду, чтобы покрывала лапшу сверху. Покрываю крышкой. И все это готовится до готовности лапши. Огонь можно чуточку прибавить. Такой тоже умеренный. Все. Ждем. Сейчас буду подробно рассказывать. В общем, воды я как добавила, столько все не добавляла. Раза три, наверное, просто сюда заглядывала, подглядывала. И вот так перемешивала с водой. Вода уже с бульоном вместе. Вся полностью впиталась в макарошки. Они разбухли. Они не сырые, не аль денте. В то же время, видите, какие рассыпчатые. И не раскисают за счет того, что поджарились. Я выключаю все. И мне хочется сюда, на мой вкус, еще добавить бы немножко сливочности. Сливочного масла. Прямо выключенные макарошки, но может быть, одну ложечку масла. Когда помешивала я при приготовлении, попробовала на соль и еще немножко подсолила воду. Все. Сейчас еще пропарится чуть-чуть и можно будет накрывать на стол. Ну что ж, убираем укрымной материал. Я все прикрыла, чтобы не остыла, потому что готовилась немножко в разное время. Пока макароны доходили, чтобы вы видели. Будем заполнять тарелки. Смотрите, классно. Цветы интересные, но вот, которые более поджаристые, никакой, как сказать, пережарки не чувствуются. Макарошки очень вкусные, сливочные такие. И теперь мяско. Ну это просто сказка. Курица приготовленная с шампиньонами и в сливочном соусе. Я даже не могу описать, как это вкусно. Я сейчас просто поломаю и покажу, что очень мягенькая. Видите, как легко ломается сливочная. Можно сливки прям на макароны полить. Будет вкусно. Я первый раз делала макароны именно с обжаркой, а потом готовить. Очень интересный вкус. Нравится такой какой-то хлебный, что ли. И в то же время они мягкие, когда их ешь. Совершенно не хрустящие, не сырые. Вот так что. И причем вот это все вместе приготовила, ну минут, наверное, 40. Затратила времени на приготовление. Как видите, все элементарно быстро. Прям раз-раз в темпе, не отходя от плиты и посуду перемылой. И ведь готовый. Так что на скорую руку можно сказать, вот так все можно быстро сделать. Очень вкусно. Готовьте с удовольствием. Желаю здоровья, крепкого и самого доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok